Вот смотрите, если у вас это тоже жизненно, то поставьте лайк или хотя бы напишите комментарий. Хе-хе-хе, ну что же, ребят, всем привет и добро пожаловать на карту, которую я совершенно случайно нашёл в мастерской стима. Это у нас в джунгли, и сегодня мы с вами посмотрим, достойна ли эта карта нашего внимания или же нет. Оказывается, эта карта новая и совершенно не имеет никаких отзывов. Тут даже есть описание, но если перевести его на русский, то будет она читаться примерно вот так вот. Лично я ничего не понимаю. О побеге пока думать рано, давайте возьмём парочку лёгких заданий и вообще посмотрим, что эта карта из себя представляет. Всё по стандарту, если это работа, то это работа садовника, и меня капец как привлекает этот тайник заключённого. Давайте-ка попробуем до него добраться. Но чувствую, да, не всё так просто, потому что доступ к нему закрыт. И пройти туда можно только если у меня будет доступ к кухне. Да и то мне всё равно придётся сломать стенку. Так что этот сундук мы пока что оставим в покое. На самом деле, мне бы лучше поторопиться с выполнением своей работы. Времени осталось совсем немножко, а рабочая квота всё ещё осталась. После такого сложного трудового дня хочется немножко расслабиться и прогуляться до генератора. А доступ к генератору мне откроется, если у меня будет технический ключик. Чувствую, без генератора здесь не обойтись. И да, ребят, как только будет такая возможность, мы сразу же попытаемся заполучить себе технический ключик, который находится у офицера. Старпёр? Серьёзно? Очень странно работают камеры видеонаблюдения, потому что я беру, обыскиваю столик заключённого, а они меня просто-напросто не палят. То же самое будет, если я буду обыскивать столик прямо перед самой камерой. И окей, камера думает, что я нахожусь у себя в столике, то есть у себя в камере. А вот когда я что-то ворую у заключённых, она сразу меня палит. Но ладно, за этот день я нашёл вот такие вот предметы, два из которых мне потребуются для выполнения задания. То есть, несмотря на то, что мы работаем дворником, деньги у нас всё равно будут. У нас есть целых два варианта, как мы можем найти технический ключик. Первое, это завести грёбаную банду. Это очень много времени, сил, курочки и так далее. Второй же вариант, это обычный Г-Рейдж-шклад, кстати, для крафта которого у меня есть уже все предметы. Остаётся мне только немножко поработать мотыгой, заработать жалкие 15 долларов и пойти в библиотеку, прокачать побольше интеллекта, а именно 80, и уже с помощью нашего растаявшего шоколада скрафтить слепок технического ключа. А там уже посмотрим, что мне потребуется дальше. Возможно, потребуется ещё один ключик. Я уже даже совсем забыл, что у меня имеются небольшие средства, которые я заполучил за выполнение заданий. И у убийцы мы покупаем клейкую ленту, причём такую дорогую, за 30 баксов. Это пока что только один запрещённый предмет у меня в столике. Да уж. Кусачки это именно тот предмет, который нам 100% потребуется для побега. Так что не вижу смысла откладывать их крафт, и давайте же сделаем это. Хлипкие кусачки у меня уже имеются, и пока что это всё. Хотя нет, можно сразу же скрафтить себе горячий глад, или же растаявший, не вижу смысла. И уже подготовиться к завтрашнему отбиранию ключа офицера. Назовём это так. Было бы неплохо иметь хотя бы одного человека в банду. Я бы его как-нибудь отправил драться с офицерами. Он бы их отвлёк. И, блин, мне кажется, у меня было бы больше шансов убежать от этих офицеров. А то сейчас, получается, я убиваю офицера. У меня уже 6 хп. Я делаю его слепок. Я уже умер. Что, простите? Окей, на 5-й раз мне повезло, и почему-то офицер номер 2 стоял один на перекличке. Окей, это какое-то сказочное везение, и слепок технического ключа у меня уже имеется. И не просто слепок, я прямо сейчас на ваших глазах создаю себе жидкую пластмассу, и крафчу себе сам пластиковый технический ключик. По-моему, с этим надо что-то делать. Уже идёт третий день, и я ещё до сих пор работаю садовником. Мне это вообще не нравится, и давайте мы с вами посмотрим, какие вообще работы существуют на этой карте. Работа библиотекаря, кухни, плотника и даже металлшоп. Ничего себе, прям почти весь список. Самая крутая работа у киллера. Он уже меня немножко уважает, и надо бы немножко ему помочь. То есть сейчас подарим немножко факелов, и обычном столике заключённых, надеюсь, найдём хотя бы одну бочку пенариума. И заодно прокачаем наши кусачки до лёгких. Итак, что же мы имеем? Если мы отключаем генератор, то мы можем сломать этот заборчик под напряжением, который находится прямо под нами. Но есть небольшая, прям маленькая проблемка. В этом проходе ходят офицеры, и если они увидят дырку в заборе, то мы с вами отправимся в карцер. Поэтому, если мы и будем сбегать где-то в этой области, то мне потребуется обязательно ложная решётка. И мне кажется, одной ложной решётки будет мало, потому что мы вообще в этом месте сбегать не будем. Если я начну делать подкоп под этой стеной, меня всё равно спалят, и надо мне искать какое-нибудь другое место немножко побезопасней. Допустим, тут. И чёрт возьми, это, по-моему, просто идеальное место для побега. А для крафта лопаты у меня есть целый один предмет, и это только один лист металла. И, блин, похоже, придётся держаться ещё на два денёчка, найти все предметы для крафта лопаты. И не только, возможно, мне ещё потребуется кирка, и вернусь я к вам, когда лопата у меня уже будет. Вообще, я как бы время зря вчера не терял, и подружился почти, подружился с киллером. Буквально ещё не хватает всего лишь 8 уважения, и сейчас мы это быстренько исправим. И работа на металлшопа будет уже наша. Как раз у меня появится металл для моих лопат. И киллер просто так идти в мою банду не хочет. Неужели тут сильно большое расстояние? Блин, тут всего лишь два блока. Киллер, ты чё, серьёзно, что ли? Киллер, ну пожалуйста, ну иди в мою банду. Ну чего тебе стоит? У меня будет классная работа. Блин, небольшой облом. Надо было брать его в банду немножко раньше. Мы, конечно, можем сделать немножко по-другому. Подружиться с ещё одним зэгом и натравить его на киллера. Только времени уже совсем-совсем мало, и кажется, мы никак не успеем это сделать. Хотя такая же ситуация с чайником. Не хватает ещё чуть-чуть уважения, но... Блин, ребят, осталось всего лишь полчаса. Ничего мы с вами сделать не успеем. Вот так вот и проходят мои будни. Хоть я и не работаю, но киллер уже состоит в моей банде. И главное для меня не получить деньги за эту работу, а именно доступ к металлу, который потребуется для крафта моей лопаты. Ответные моменты. Да, наконец-то мы устраиваемся на эту супер-мега-крутую работу. Теперь для побега остается найти только лом. И, в принципе, думаю, всё. То есть бегать мы будем завтра, наверное. Или сегодня, но нет, лучше завтра. Аммм, вы серьёзно, что ли? Ребят, я работаю на металл-шопе, вот доказательства. И дверь-то заблокирована, но как бы зэки-то всё равно могут через эту дверь проходить. И для меня это небольшой секрет. Какого фига я не могу пройти через эту дверь? Что за фигня, ребят? Похоже, кое-кто останется без металла. Плохо. Вот смотрите, если у вас это тоже жизненно, то поставьте лайк или хотя бы напишите комментарий. Вот я такой уже весь готовый к побегу. И сначала я собираю все вещи, которые мне потребуются для побега. А уже потом вспоминаю, что для побега я забыл скрафтить самое главное. И это, чёрт возьми, чучело. И сейчас мне придётся все предметы заново переложить в сундучок и скрафтить чучело. Теперь мне достаточно всего лишь прибежать мимо переклички. И подождите, я забыл форму офицера. Ну а теперь мы просто-напросто отключаем генератор, разбиваем заборчик. Ложный мы не ставим, потому что за все эти дни мне капец как не везло на проводки. И я нашёл только один. Один проводок за 6 дней. Так что мы просто ломаем эту решётку. И очень сильно надеемся на то, что офицеры будут проходить как можно дальше от того места, где я делаю свой грёбный подкоп. Если автор этой карты не приколист и не решил разместить мины где-нибудь там за периметром карты, то побег уже будет очень и очень скоро. Но хотя у меня небольшие проблемы опять с усталостью, потому что усталости капец как мало. То есть много и блин, ребята, мне очень сильно повезло. Это по-моему первый раз за довольно-таки долгое время, когда я сбегаю через подкоп и не нахожу камни. Теперь мы вроде бы никаких посторонних звуков не слышим, просто берём и наконец-то убегаем. И даже по краям карт тоже не оказывается мин есть, ребята. И тут я могу сказать только одно. Эту карту скачать вы можете в нашу группу ВКонтакте. Удачи вам, ребят, и до новых встреч на моём канале. Всем пока. Ты не продумал то, что у нас могут возникнуть какие-то проблемы с зонами? Окей, вроде бы всё хорошо. Слава богу, в карцере я не оказался. А то, скорее всего, мне придётся переигрывать игру. Продолжаем гулять по нашему лабиринту. Ииии, кажется, я понял задумку автора. И зонами он напутал совершенно не случайно, а специально. То есть нарочно. Теперь просто так расслабиться и бродить по лабиринту у нас не получится. Придётся иногда ускоряться и бегать от наших офицеров. Слава богу, их не так много и встречаются они не крайне редко.